Старая традиция Московского университета, а уж тем более исторического факультета, это публичные лекции, которые читают профессора Московского университета. И мы очень рады, что в преддверии Татьянина дня исторический факультет возобновляет эту старую традицию. И первая лекция, которая будет звучать в этом лектории исторического факультета, это лекция профессора Московского университета Сергея Владимировича Мироненко, которая будет посвящена, и мы специально этой темой начинаем в нашей лекции, будет посвящена проблеме «История и власть. Отношения Николая Михайловича Карамзина и императора Александра I». Почему выбрана именно эта лекция? В декабре месяце мы отмечали юбилей Карамзина, и поэтому мы совместили и одного из первых великих русских историков, и юбилей, который был у этого замечательного человека, и, соответственно, первая лекция, которая будет посвящена этой проблеме. Надеюсь, что мы будем продолжать эту традицию, и наш лекторий будет активно работать. Поэтому смотрите, пожалуйста, за той информацией, которая появляется на сайте исторического факультета, с тем, чтобы посмотреть, какие будут другие лекции, какие будут другие лекторы, какие будут проблемы. Но, во всяком случае, в субботу, в 2 часа дня мы будем читать вот такие открытые, публичные, бесплатные лекции. Поэтому ждем вас всегда на нашей открытой лекции. Будем очень рады вас увидеть. Хорошей вам лекции, и хорошего вам дня, и хороших впечатлений. Добрый день. Тема, о которой я буду вам сегодня рассказывать, это тема Карамзина Александра I, и, может быть, даже шире, историк и власть. Потому что, как мне кажется, на примере Николая Михайловича Карамзина эта тема может быть очень интересно рассказана. Карамзин родился 1 декабря. И тут сразу надо делать паузу, потому что большую часть своей жизни, наш выдающийся историограф, не знал точного года своего рождения. До 40 лет думал, что он родился в 65-м году, в 1765 году. В глухой симбирской провинции, в селе Карамзиновка, Знаменская Тож, село это недалеко от Симбирска. Умер он 22 мая. Все даты по старому стилю, вы уж простите, да, не буду переводить в новый. В Петербурге, простудившись за полгода до этого, во время событий 14 декабря 1925 года. Карамзин, Карамзин, Карамурза, все эти Карамазовы указывает на татарское происхождение предков Карамзина. Впервые его предок упоминается при Иване Грозном, он там был дворянином. Постепенно появляются земли, которые владеют Карамзины, по Волжье. И в 1766 году появляется Николай Михайлович. Отец его, Михаил Егорович Карамзин, отставной гвардейский капитан, мать рано умерла. Вторым браком отец женился на тетке Ивана Ивановича Дмитриева. И таким образом породнился Дмитриевым. И Дмитриев стал ближайшим другом Карамзина. И тем, кто свято хранил память о нем. И о многих страницах биографии Карамзина мы знаем благодаря Ивану Ивановичу Дмитриеву. Вообще о тех писателях и людях XVIII века, как справедливо замечал Николай Натан Яковлевич и Дальман, известно гораздо меньше, чем о тех, кто родился в XIX веке. О Радищеве, Фанвизине, Новикове мы знаем гораздо меньше, чем о Пушкине, Грибоедове, Лермонтове и других. Архив Карамзина не сохранился, как известно, не сохранилась его переписка. То есть письма некоторые сохранились, но та обширная переписка, которую он вел, в значительной степени утрачена. Поэтому нам довольно трудно восстанавливать веки биографии Карамзина. Знаем только, что сначала он воспитывался дома, затем в частном пансионе в Симбирске, затем в пансионе профессора Штадена при Московском университете. Здесь он изучал историю, философию, словесность, слушал лекции профессора Шварца. Но по настоянию отца в 15 лет он поступил в Лейб-гвардии проеварженский полк, но через два года вышел из этого полка. Видимо, я думаю, в связи с тем, что в 1783 году отец умирает, и ему нужно возвращаться в Симбирск, заниматься устройством своих дел. Вспоминая симбирские годы Карамзина, Дмитриев писал, встретив его несколько лет спустя, «Это уже был не тот юнец, который читал без разбора, пленялся славой воина, мечтал быть завоевателем чернобровой пылкой чертешинки. Но благочестивый ученик мудрости с пламенным рвением и усовершенствованием в себе человека». Ну, ясно, что с течением времени Карамзин стал европейски образованным человеком. Конечно, не показатель, но то, что он знал европейские языки, свободно владел французским, немецким, знал церковнославянский, латинский, греческий, итальянский, польский и так далее. В годы, когда Карамзин учился здесь, в Москве, и посещал пансион при Московском университете, он был отнюдь не ангелом. Дмитрий вспоминает, «Литература наша не была выгодным промыслом. В молодости, в течение двух-трех лет, прибегал он как пособие к карточной коммерческой игре». То есть, ну, просто говоря, играл хорошо в карты, и, видимо, обыгрывал своих со-товарищей и тем пополнял свой довольно скудный бюджет, потому что помещики Карамзины были средней руки, имение было далеко, следить за этим было трудно, братьев и сестер у него было много, так что жизнь была не очень богатая. Известно, что Карамзин любил танцевать. То же самое Дмитриев пишет, что он прыгал в серную с киросирскими офицерами. Известно также, что позже он был в числе старшин московского танцкласса. Но постепенно Карамзин увлекается литературой. В этом велика заслуга Ивана Петровича Тургенева, директора Московского университета, который, по словам того же Дмитриева, заметил Карамзина по масонским отношениям и отговорил от рассеянной светской жизни Эккарт. Поселившись в Москве после того, как он вышел в отставку из Преображенского полка, Карамзин входит в кружок известного просветителя Николая Ивановича Новикова, тоже тесно связанного с Московским университетом. И масонские дела мы оставим в стороне, а вот литературой он стал заниматься. Стал заниматься, и с первых шагов это было очень успешно. Он начинает писать и печатать собственные стихи, начинает сотрудничать в первом русском журнале «Для детей детское чтение для сердца и разума». И, как пишет все тот же Дмитриев, выдает в неделю по печатному листу для этого журнала. А журнал этот, надо сказать, в конце XVIII века был воспитателем целого поколения дворянских детей, которые черпали из этого журнала и какие-то моральные, значит, сентенции, и, главное, знания. Существенным переломным, может быть, в жизни Керамзина была поездка в 1989-1990 году в Европу. Он посетил Францию, Германию, многие страны, встречался с Кантом, с Гёте. И, главное, написал замечательные письма русского путешественника. Письма русского путешественника многие наши с вами современные ученые-филологи считают первой книгой, с которой началась современная русская литература. Действительно, Керамзин преобразил русский язык, стал писать легко, непринужденно, понятно для многих. С выходом писем русского путешественника Керамзин становится признанным писателем. Ну, дальше «Бедная Лиза», становление русского сентиментализма. Керамзина называют русским стерном, сравнивая его с великим английским писателем. И, одним словом, всё предвещает Керамзину в прямую дорогу в писании, в писателях. Он очень популярный и действительно замечательный русский писатель. Но... Вот на этом «но» мы пока остановимся. И несколько слов о втором герое. Александр I, великий князь, родился 12 декабря 1777 года, то есть на 9 лет был моложе Керамзина, родился у сосаревича-наследника, великого князя Павла Петровича, сына великой Екатерины, мать Александра, великая княгиня Мария Фёдна. И как только Александр родился, бабушка Екатерина тут же отняла её от родителей. У некоторых это вызывает удивление, но такова была традиция. И у Екатерины Елизавета Петровна также отняла Павла, и также воспитывала сама своего внука. Своё имя новорожденный получил в честь Александра Невского, к тому времени уже причисленного к лику святых. Однако чуть ли не с первых дней стали говорить о другом персонаже всеверной истории, Александре Македонском, по стопам которого, быть может, суждено было пойти будущему императору. Екатерина шутливо обсуждала разные возможности, отдавая, впрочем, предпочтение Александру Невскому. Как она говорила, он отлично колотил шведов, и слава его была велика. Но Екатерина была женщиной разумной, и справедливо считала, что собственные дарования внука направят его на стезю того или другого. надо сказать, что можно много говорить о воспитании Александра. Екатерина придавала огромное значение воспитанию двух своих внуков и особенно любимца Александра. Как вы знаете, она написала для них русскую историю, писала сказки, даже изобрела этот самый знаменитый, как это называлось, и сейчас выскочил у меня из головы, беспуговец. Как это называется? Нет, нет, не молния. Это то, что... Нет, нет, нет. Гораздо проще. Сейчас всех детей одевают в это, маленьких, без пуговиц. А? Нет. Не распашонка. Ну, не распашонка. Ладно, вспомню, скажу, да. В гриму она писала, в письмах своему секретарю гриму, и даже нарисовала этот комбинезон. Вот комбинезон она изобрела, да. Александр с молодых ногтей учился всем ремеслам по заражанию Петру Первому, и строгал, и кузнецом был, и траву косил, и все другие дела. Но любопытное замечание Екатерина. Она замечала, что все-таки Александр – это необыкновенный ребенок. Необыкновенный. Вот что она писала. «Любопытство и любознательность господина Александра преобладают над всеми другими его вкусами. Он проводит до часу и двух над книгами с картинками, и Бог знает, с чем этот ребенок не ознакомился». Еще пять месяцев спустя – это ему четыре года, четыре с половиной. Теперь мы за арифметикой, и не принимаем на веру, что дважды два – четыре. Если мы сами не сосчитали. Я еще не видала мальчугана, который бы так любил расспрашивать, был так любопытен, жаден до знания, как этот. Он очень хорошо понимает по-немецки, еще более по-французски, по-английски. Кроме того, он болтает, как попугай, рассказывает, любит рассказывать, вести разговор, а если ему начнут рассказывать, то весь обращается вслух и внимание. В четыре года, по словам Екатерины, он имел в тысячу раз больше познаний, чем всякое в подобном возрасте дитя. В 1783 году воспитание Александра переходит из женских рук к генералу Салтыкову. И, не задерживаясь дальше на молодых годах, Александра, нужно сказать о его воспитателе, Цезаре Фредерике Лагарпе. Это вообще удивительный выбор. Екатерина, как вы знаете, не вполне сочувствовала, если так сказать, французской революции, но все-таки выбрала для воспитания внука республиканца по убеждениям Лагарпа. Известны слова Александра, что Лагарп сделал из меня человека. Чему учил Лагарп? Лагарп учил основным понятием, свойственным веку просвещения, что стыдно, что один человек владеет другим человеком. Это несозвучно духу времени. Учил Александра истории, великим примером Греции, Рима. Давал ему основы политэкономии. Тогда вышло сочинение Адама Смита. И понятно, что вольный труд гораздо производительней труда невольного. И самое главное, заложил в своего воспитанника зерна того, что самодержавое правление не является единственным возможным, что в мире существуют другие формы правления, которые более созвучны вот этому духу времени. И на самом деле Александр эти понятия впитал. И всю жизнь от них не отказывался. Об этом можно долго говорить, но важно было мне очертить круг тех идей, которые Александр в молодости получил. Вот он, например, говорил графу в 1811 году «Я всем ему обязан». Или «Не было бы Лагарпа, не было бы Александра». Это очень важные слова для того, чтобы понять суть одного из героев сегодняшней лекции. В 795 году, когда закончилось его образование, Лагарп уезжал на родину, Александр сказал очень знаменательные слова «Я вам обязан всем, кроме своего появления на свет». Как бы то ни было, но надо признать, что в результате общих усилий Лагарп не был одним только преподавателем, Александр получил блестящее образование. Оригинальный и острый ум, широкая эрудиция и продолжающиеся в течение всей жизни систематическое чтение позволили ему впоследствии быть одним из самых блестящих умов в Европе. На Венском конгрессе, как известно, он играл первую роль в салонах французских, он блистал знанием философских, экономических, был прекрасно осведомлен современной литературе и был действительно очень образованным человеком. Но и, надо сказать, что и учитель тоже высоко оценивал своего ученика. «Ни для одного смертного, писал Лагарп, природа не была столь щедра». Единственное, в чем упрекали Александра, в том, что он несколько был ленив. Ленив. Вот это вот клешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, так и вот лень это, ленивый, так и шла за Александром, но это тоже была неправда. Достаточно сослаться на свидетельство его флигелеадъютанта Михайловского-Данилевского, который прошел с императором все дороги войны с Наполеоном и который свидетельствовал, что Александр был необыкновенно трудолюбив. И до ночи писал Михайловский-Данилевский в окне у императора горел огонь и было видно, что он склонился над бумагами и свидетельство тому огромное количество рискриптов, писем, написанных Александром Первым собственноручно. Знаменитая речь, о которой мы будем говорить позднее, произнесенная в марте 1918 года в Варшаве при открытии первого польского парламента, есть свидетельство о том, как шла работа над этой речью, в конечном итоге Александр написал ее сам, неудовлетворенный тем, что сделал для него каподиста, я тогдашний один из руководителей российской дипломатии. Одним словом, легенда, что Александр был ленивый, он был не более ленивый, чем, я думаю, каждый из нас, который время от времени не ощущает отвращения к труду. Есть замечательная переписка, да, ну, конечно, как и Крамзин, Александр танцевал, но это не было его главной страстью. Он прекрасно играл на скрипке, на кларнете, есть чудное письмо, обмен письмами между Александром и матерью, уже императрицей Марии Федоровны, которая писала ему, что милый Саша, ты слишком много играешь на скрипке, это мешает твоему образованию, ты меньше читаешь, на что он ей писал, милая мама, а ты что, предпочитала бы, чтобы я играл в карты? Уж лучше я буду играть на скрипке, чем играть в карты. Так что, да, еще одно обстоятельство, которое важно иметь в виду. Лагарх предупреждал, он понимал, что он воспитывает будущего наследника императора Великой империи, и он считал необходимым дать несколько практических советов внедрить в сознание. Во-первых, не доверяться и не быть игрушкой в руках советников, это первое. Он говорил, поверьте, наступит время, когда вы будете царствовать, и многие люди захотят втереться к вам в доверие, будут из своих корыстных интересов что-то вам говорить, будьте всегда осторожны. и второе, что во всех преобразованиях нужна постепенность. Лагарп, вы знаете, был одним из президентов Швейцарской республики, там они были выборные, по полгода были во главе, и был, конечно, республиканец до мозга и костей, и понимал, что крепостное право не должно существовать, но одновременно предупреждал своего венциносного ученика не делать резких движений, не ломать сразу и без оглядки. И вот эти вот идеи тоже вошли в плоть и кровь императора. Вот эти два человека, которые ни по какому, ни по положению, ни по образованию, ни по чему, не должны были сойтись, и они все-таки сошлись. Такова судьба. И сошлись они благодаря истории. Благодаря истории. Мы не располагаем сведениями о том, читал ли Александр какие-то произведения литернатора Карамзина. Ни в переписке, ни в воспоминаниях современников не упоминаются. Но странно было бы думать, что Александр, широко образованный человек, не читал произведения Карамзина. «Известно одно, что 26 апреля 1801 года Александр I пожаловал московскому сочинителю Карамзину бриллиантный перстень ценой 750 рублей, за что, к сожалению, в этом указе не говорится, но явно было поднесено какое-то сочинение, за что император отблагодарил автора вот этим вот перстнем. А 31 октября 1803 года последовал высочайший указ о производстве Карамзину, цитирую, ежегодного пенсиона в 2000 рублей за работу в качестве историографа. Как известный писатель Московского университета почетный член Николай Карамзин изъявил нам желание посвятить труды свои, сочинению полной истории Отечества нашего, то мы, желая ободрить его в том похвальном предприятии, всемилостливейше повелеваем производить ему в качестве историографа по 2000 рублей ежегодного пенсиона из кабинета нашего. Этот указ знаменует важный поворот в жизни Карамзина. Модный писатель, выдающийся писатель, на пике своей славы решает коренным образом изменить свою жизнь и запирается в Москве в своем доме и на протяжении многих лет бросив литературные занятия занимается только русской историей. Надо отдать должное и Александру, который разрешил историографа Карамзину пользоваться свободно государственными архивами и, соответственно, получать летописи и указы из разных частных собраний. Почему так произошло, это не тема сегодняшней лекции, но это произошло. Впервые лицом к лицу Карамзин и Александр Первый встретились довольно поздно в Москве в 1909 году и Карамзин писал об этом сам своего брату. Государь изволил сказать несколько приветливых слов и все. Но это было начало их дальнейшего и довольно быстрого сближения, которое не прерывалось до конца смерти и того и другого, но не было усеяно только розами. За встречей с Александром в Москве последовало неожиданное приглашение от сестры императора великих княгиней Екатерины Павловны Павловна, жила в Твери, ее муж герцог Альденбургский был тверским губернатором. У нее был кружок, где она принимала и литераторов, и политиков, и государственных деятелей. И вот Карамзин к этому времени уже написавший первые четыре тома своей истории, приглашен в салон великой княгини Екатерины Павловны. Туда же приезжает Александр, приезжает его брат Константин, и Карамзин читает главы своей истории о татарском нашествии, о Дмитрии Донском, читает долго, несколько часов подряд. Известно, что одно из чтений, это было несколько вечеров, одно из чтений продолжалось далеко за полночь, сохранилось свидетельство великого князя Константин Павловича, брата Александра, что из всей русской истории он знает только то, что он услышал от Карамзина. В отличие от своего старшего брата, Константин не очень любил читать. После этого начинается довольно быстрое сближение императора и историографа. Что могло импонировать и привлекать Александра в истории Карамзина? Конечно, в первую очередь, что и всех остальных читателей, в том числе и Пушкина, который, напомню, писал, что Карамзин открыл русским их собственную историю, как Колумб открыл Америку. Несмотря на то, что до этого и были сочинения и Щербатова, и Татищева, и Болтина, но все-таки это были малопопулярные исследования. История российская Карамзина, когда она появилась, первые восемь томов вышли в 1816 году, и по свидетельству одного из современников улицы городов опустили. Ну, спишем это на некоторое преувеличение. Жизнь, конечно, не замерла, но люди образованные бросились читать эти тома, открывая для себя, что русские имели славную историю. И историю не менее может быть интересную, чем история Англии, Франции и любых других стран того времени. Кстати, существует, мне кажется, глубокое распространенное заблуждение, что Карамзин был первым историографом, ничего подобного, титул историографа, титул историографа был и у Миллера, и у Щербатова. Может быть, Карамзин был последним, кому официально был присвоен титул историографа. Кстати, никакого специального указа Александра Первого о том, что он историограф, нет, есть только указ о том, что он получает жалование 2000 рублей в год в качестве историографа. Итак, что же могло привлекать Александра Первого в истории Карамзина? Ну, прежде всего, что это история того отечества властителем полноправным, которого он является. Но не только это. Для Карамзина было очевидно, и он прямо писал об этом в своем сочинении, что во все времена суд истории единственный суд для государей, кроме суда небесного. И этот суд не извиняет из самого счастливого злодейства. Естественно, Александр мог воспринять это как прямой намек на его участие в цареубийстве. Сейчас то, что Александр знал о том, что отец будет убит, это абсолютно ясно. Профессор нашей кафедры Андрей Юрьевич Андреев вместе с коллегами готовит переписку Александра Первого с Лагарпом. Первый том этой переписки вышел, второй вот-вот появится, и из переписки Александра и Лагарпа совершенно очевидно ясно, что Александр знал, что отец будет убит. Так что эти споры надо прекратить. Естественно, что Александр мог воспринять это как прямой намёк на цареубийство. Но если бы, если бы, если бы Карамзин не описывал многочисленные убийства, которыми изобиловала русская история, начиная с убийства первых русских святых Бориса и Глеба и многочисленные и так далее, и так далее, он писал, что это пороки не человека, но пороки века, тем самым оправдывая поступки своих героев. Дальше мы вернёмся к анализу истории государства российского и отношению Александра Первого к этому сочинению. А теперь о Солоне Екатерины Павловны. Солон был крайне консервативный. Екатерина Павловна, хотя была очень близка со своим братом, абсолютно не разделяла идей дней Александрова прекрасного начала, была оскорблена тем, что на первой роли при Александре выдвинулся в это время Спиранский, сын Вичка. Кто? Он диктует нам, родовитым людям, как должна быть устроена Российская империя. Он обсуждает введение Конституции, неразрывно связанное с этим освобождение крепостных крестьян, и появляется заказ. Заказ Екатерины Павловны написать публицистическое произведение, которое бы опровергло вот эти вот идеи Спиранского. Так появляется записка о древней и новой России. Известно, что в России поэт больше, чем поэт, как сказал Некрасов, но и историк в России тоже не последний человек. Карамзин пишет эту записку и Екатерина Павловна передает ее брату. Эпиграф этой записки чрезвычайно показательный. «Несть лести в языце моем». Это принципиально важно для Карамзина. Важна возможность говорить императору правду, какой бы она обидной для императора не была. Чем ближе к современности, тем сильнее в записке критика власти. Карамзин, отдавая должное величию преобразований Петра, замечает, что Петр нарушил естественные пути, которыми прежде двигалась русская история. Цитата Карамзина. «Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России». Виню в этом Петра. Именно при Петре, по мнению Карамзина, произошло отделение высших степеней народа от низших. И русский земледелец, мещанин, купец увидел в немцах русских дворян. Карамзин не мог промолчать и о методах Петровских преобразований. Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском, пытки и казни служили средством нашего славного преобразователя государственного. В записке шла речь о повреждении нравов России и очень нецеприятно оценивались в этом смысле императрица Елизавета и Екатерина Великая. Но главное, для чего, собственно, и писалась записка, касалась современности. «Чего хочу?» задавался вопросом Карамзин. «С добрым намерением испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет история. Прежде всего, предостеречь царя от поспешных сагов Конституции». Знаменитые слова «Самодержавие есть палладиум России». Целостность его необходима для ее счастья. И второе. Он призывал императора не торопиться с отменой крепостного права. «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу, но знаю, что теперь им неудобно возвратить онную. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, чем дать им не вовремя свободу». Вот это вот время, вот это вот понятие, эта мысль «не вовремя». Мы еще к этому вернемся. Заметим важную оговорку историка, что если бы крестьяне все-таки получили бы свободу, они должны были бы получить ее без земли, потому что земля, цитата, «есть собственность дворянства, в чем не может быть и спора». государь заканчивал свою записку Карамзин, «История не упрекнет тебя злом, которое прежде тебя существовало, положим, что неволе крестьян и есть решительное зло, но ты будешь ответствовать Богу совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных уставов». Вот столкновение двух людей. Александр был, я в этом убежден, отнюдь не, значит, как писали о нем многие годы таким двуличным, на словах либералом, а на деле крепостником. Нет, он твердо знал, что для России важно ограничить самодержавие, освободить крестьян. Знал, что это важно, но не знал, как это сделать. Это важная вещь. А Крамзин был категорически противник и освобождения крестьян, и тем более ограничения самодержавия. Как отреагировал Александр на критику своей политики? Вначале он рассердился и очень холодно распрощался с Крамзиным, но затем Ледук в их отношениях постепенно растаял. Александр отдавал должное, что Крамзин говорит искренне, что это голос свободного человека, не тех оголтелых крепостников, которые всякое слово о свободе крестьян встречали в штыки, а мнение думающего человека результата петровских преобразований, в конце концов. Результат указа о вольности дворянской, о том, что за это время выросло поколение непоротых дворян, людей, которые могли иметь свое собственное мнение. Произошло вот это обратное сближение Крамзина и Александра Первого не сразу, а после падения Спиранского. Накануне войны 1812 года Александр, будучи политиком, понимая, что предстоит такая серьезная война и нужно каким-то образом поднять дух, вынужден был пожертвовать Спиранским. Хотя сам говорил, что отправив Спиранского в ссылку, ему отрубили правую руку. Потом, уже после возвращения победоносного из Европы, Александр вернул Спиранского в Россию, сохранилось замечательное письмо его Спиранскому, где он пишет, что «Михаил Михайлович, вы понимаете, что я не могу сразу вас вернуть, но поверьте мне, что постепенно в течение нескольких лет вы получите возможность вернуться в политику и заняться государственными делами». Так и произошло. Сначала Спиранский стал пензенским губернатором, в 1922 году провел реформу Сибири и в конце концов вернулся в среду высших государственных чиновников России. В 16-м году выходит в свет первые 8 томов истории государства российского и весной того же 16-го года Карамзин предыдует свое затворничество и переезжает из Москвы в Петербург. Слава Карамзина затмевает славу Карамзина литератора, его постоянно приглашают ко двору, Александр Первый часто танцует с его женой, с его историк Карамзин состоит в переписке с обоими императрицами, с вдовствующей императрицей Марии Федоровной и женой Александра Первой Елизаветы Алексеевной. Александр предлагал Карамзину дружбу, но тот предпочитал сохранять дистанцию. Схранились известия о том, что Александр предлагал Карамзину стать государственным секретарем, тот пост, который занимал Спиранский до своего падения, или стать министром народного просвещения, что сулило серьезную денежную помощь Карамзину. Напомню, Карамзин получал только две тысячи, а у него была семья, у него была дочь на выданье, у него были еще дети, жизнь в Петербурге была очень дорогой. Переехав из скромной Москвы в блестящий Петербург, он очень нуждался в деньгах, но предпочел все эти лестные для него предложения отклонить. Почему? Потому что превыше всего он считал независимость. независимость. Если я буду на государственной службе, я не смогу так открыто и прямо говорить то, что я думаю и писать историю. Надо сказать, что в отличие, скажем, от Николая Первого, который вернул Пушкина ссылки и сказал, я буду твоим цензором, Александр Первый никогда не позволял себе вторгаться в работе Карамзина, никогда не позволял себе делать замечания типа, что урыльник это неприличное выражение, как он сказал Пушкину, Николай Первый. Одним словом, Карамзин все это отвергает. Живя в царском селе, Карамзин часто встречается и прогуливается с Александром в так называемом зеленом кабинете, то есть в Царскосельском парке. Сохранилось собственное свидетельство Карамзина о том, о чем же они говорили. Это очень интересно, о чем они говорили. И Карамзин пишет, что он не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе неких ближайших сановников, о мерестстве просвещения или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, и, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные. Вот здесь очень важный момент расхождения Карамзина с Александром I. Я уже говорил, что в марте 1918 года Александр I выступил при открытии первого польского парламента и произнес слова, которые потрясли всю Россию. Он назвал благоденственными конституционные начала, обещал, что со временем эти начала будут распространены на все земли, подбластные его скипетру. Это произвело совершенно невероятное возбуждение среди дворянства. Во-первых, прежде всего, сразу возник слух о том, что Александр хочет освободить крестьян. Понятно, что введение конституции при господстве крепостного права это вещь чрезвычайно сложная. Но, одним словом, Петр Андреевич Вяземский был сотрудником канцелярии Новосильцева, в которой началась работа над проектом конституции для России после речи. И он переводил эту конституцию с французского писал француз Пешар Дешан на французском языке, на русский язык. А Вяземский был ближайшим родственником Карамзина, был родным братом его второй жены Екатерины Андреевны. Правда, она была незаконная жена, то есть дочь. Но всё равно они были кровные родственники. И когда Вяземский написал, что вот он занят тем, что он переводит статьи Конституции, которые француз Пешар Дешан пишет для России, на русский язык, Карамзин написал ему довольно большое письмо. Дать России Конституцию в модном смысле есть нарядить какого-нибудь человека в гаерское платье. Россия не Англия, даже не царство польское. Россия имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную, и скорее может упасть, чем ещё более возвыситься. Самодержавие есть душа, жизнь её, как республиканское правление, было жизнью Рима. Для меня старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец и таким умру. Вот это явное противоречие, не хочу идти в представительные, в учреждения представительного правления, но в душе я республиканец. Понимание подобной позиции Карамзина раскрывается в девятом томе его истории, посвящённом царствованию Ивана Грозного. Вот иногда бывают удивительные такие, что ли, удивительный ход мыслей. Для Карамзина то, что тиран Иван Грозный, нет никакого сомнения. Тиран, преступник, мерзавец, но жертвы его тирании для него такие же герои. И он пишет, жертвы тирании Ивана Грозного спасли для нас могущество России, ибо сила народного повиновения есть сила государственная. И далее, в смирении великодушным страдальцы умирали на лобном месте, как греки при фермопилах. Тоже интересное сравнение. За отечество, за веру и верность, не имея мысли о бунте. Но прославляя покорность и пассивность как гражданскую добродетель, укрепляющую общество, Карамзин отнюдь не предполагал нравственного оправдания любых действий самодержавной власти. Он был убежден, что российское самодержавие обязано ввести в жизнь коренные законы, которые будут равнообязательны как для подданных, так и для монарха. По его мнению, неограниченная монархия, лишенная коренных законов, либо пренебрегающие или ими превращается в деспотическое правление. «Жизнь тирана», писал Карамзин, «есть бедствия для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов. Вселять омерзение козлу есть вселять любовь к добродетели». Доблесть республиканцев в душе и верного подданного русского монарха одновременно заключалась именно в том, чтобы силой совета, исторического примера, нравственного осуждения напоминать царям об их моральных и политических обязанностях, ибо и дальше цитата «власть самодержца имеет свои пределы». Слова Карамзина. Таким советом, уроком царям была история государства российского с ее страстной апологией самодержавия и не менее пламенным осуждением его злоупотреблений. Капитальное историческое исследование было одновременно политическим трактатом и злободневным памфлетом, в котором Карамзин высказал свои взгляды на современное развитие России. Вот примером этого служит место, которое Карамзин много раз цитировал и своим друзьям, и в переписке. Иван Грозный на пути встречает епископа Вассиана. И епископ Вассиан дает ему совет «Держись правила, что ты должен учить, а не учиться, повелевать, а не слушаться. Советник мудрейший государя, то есть более умный, чем государь, неминуемо владеет им», говорил Вассиан. Карамзин резко возражал. «Нет, государь, нет, совет тебе данный внушен духом лжи. Монарх, опасаясь умных, впадает в руки хитрых, которые в угодность ему притворятся даже глупцами, не пленяя в нем разума, пленят страсть и поведут его к своей цели. Цари должны опасаться не мудрых, а коварных и бессмысленных советников». Вот смысл отношения и место историка в понимании Карамзина. Историк должен предупреждать власть, должен советовать власти, учить ее тому, как не надо править. И в этом Карамзин, как мне представляется, видел одну из своих задач, когда он писал историю. В России и историк больше, чем историк. Еще немного я займу ваше внимание. В 1919 году казалось, отношения Карамзина и Александра испортились навеки. Карамзин подает царю записку о Польше. В 1918 году, в начале 1919 по России, по думающим людям, разносятся слухи о том, что Александр решил восстановить царство польское в его исторических пределах. То есть вернуть те земли, которые были при разделах Польши, которые отошли к России, вернуть состав царства польского. Это возмущало, между прочим, не только Карамзина. Московский заговор 1918 года, когда Якушкин вызвался убить Александра I, был вызван именно этим слухом, что Александр хочет унизить национальное достоинство русских и вернуть Польше то, что принадлежит России, по их мнению, по праву. Он подал эту записку 17 октября 1919 года и беседовал с царем с 8 до часу за полночь. То есть 5 часов они разговаривали. Крамзину показалось, что в результате они душою расстались навсегда. Правда, позднее, уже после смерти Александра I Крамзин записал, я ошибся, благоволение Александра ко мне не изменилось и в течение 6 лет от 1819 до 1925 года мы имели с ним несколько подобных бесед о разных важных предметах. Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив, краток, любезен, неизъяснимо, не требовал моих советов, однако слушал их, хотя большей частью им не следовал. Вот это удивительная такая яркая и ёмкая характеристика отношения историка и императора. Не буду перекладывать эту записку, думаю, что многие из вас её читали, но хочу в заключение рассказать о том, что когда Александр I умер в Таганроге, на престол вступил император Николай I, нужно было, чтобы кто-то написал манифест о восшествии на престол. Николай, лучшего историка и знаменитого писателя, чем Карамзин, не видел. Карамзин написал этот манифест, и Николай советовался с Блудовым, сколько нужно дать Карамзину за то, что он написал этот манифест. И в благодарственном письме Карамзину оставил пустое место. Сколько? И в конце концов было решено дать Карамзину 50 тысяч рублей в год. Карамзин действительно испытывал нужду в деньгах, но он был оскорблён. Помните, за то, что он стал историографом, Александр дал ему две тысячи. И Карамзин считал, что это то жалование, которое ему не стыдно взять. 50 тысяч стыдно. Это значит оказаться в зависимости. Но Карамзин недолго прожил, в мае 1926 года он умер, но завершая лекцию о историке и власти, я хочу обратить внимание на два простых обстоятельства. Прежде всего, что историк должен говорить правду. Это понятное, ясное для Карамзина такой принцип. Должен говорить правду, несмотря на то, что эта правда не нравится власти. И, как я пытался рассказать, Карамзин этому правилу следовал всегда. И второе, дистанцироваться от власти, не быть зависимым от власти, не занимать государственных должностей, не принимать слишком явно больших денег, которые кто-нибудь мог расценить как подкуп историка. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТЫ